Мы есть то, что мы едим, сказал однажды Бернард Шоу, и нет причин ему не верить. Осталось только выяснить, что же из всего этого разнообразия стоит есть, чтобы быть здоровым и активным. Это проект «Еда для меня», в котором мы рассказываем о полезных продуктах и местах их обитания. В последнее время наблюдается особый ажиотаж вокруг цельного зерна. Сюда активно подключаются зожники, ппшники, блогеры всех мастей с разными рецептами блюд из круг. Да и на прилавках в магазине появляется все больше цельнозерновых смесей. Что это? Модный тренд или кладезь витамины, который мы до сих пор не освоили? И что не так с обычной крупой, к которой мы все привыкли? Давайте разбираться. Из чего состоит зерно и чем отличается цельное от очищенного? Какие витамины и микроэлементы есть в цельном зерне и какое влияние они оказывают на организм? Кому можно, а кому нет, разберемся в противопоказаниях к цельнозерновому питанию. Об этом и многом другом далее в выпуске. Издавна на Руси люди отдавали предпочтение кашам. Без них не обходилось почти ни одно праздничное застолье и даже свадьба. По старорусской традиции жених и невеста обязательно варили кашу, чтобы проверить, подходит ли пара друг другу. Кстати, отсюда и всем известная фраза «С ним кашу не сваришь». Быстрый тэп в современной жизни начал диктовать свои правила. С увеличением ассортимента продуктов и недостатка свободного времени, традиционное русское блюдо практически исчезло из рациона человека. Олеся – менеджер по подбору персонала, старается вести активный образ жизни. Ездит на велосипеде, судит соревнования по парусному спорту. Раньше для поддержания формы сильно ограничивала себя в еде, пока не узнала про цельнозерновые группы. Когда-то в статье прочитала, что это очень полезно, поискала, нашла, попробовала. Мне понравилось. С тех пор, это уже более 10 лет, у меня в рационе зерновые крупы. Завтрак – это у нас молочная каша, обед – это гарнир сложный с мясом. Ужин – это может быть с овощами. То есть здесь по возможности, желанию, скажем так, времени. Чаще всего Олеся готовит полбу. Отваривает крупу в пакетиках – это удобно, можно рассчитать порции на прием пищи и не переесть. В готовую кашу добавляет обжаренные грибы, а на гарнир – свежие овощи и зелень. Рецепт простой, времени занимает немного, зато пользы приносит более чем. Здесь один важный момент – крупы Олеся выбирает только цельнозерновые. Если мы обогащаем цельнозерновыми продуктами свой рацион, то есть мы заведомо заранее заботимся о красоте своей кожи, волос, моктей, о своей нервной системе. И по сути о том, чтобы быть, ну не то что моложе, но по крайней мере вложиться немножко в этот процесс, потому что опять же рост холестерина, рост глюкозы – это все про старость организма, в общем-то, про его уже слабые функции справляться с какими-то задачами. В чем же отличие от цельнозерновой крупы от той, которую мы привыкли брать с прилавков? В магазинах чаще всего продается обработанное зерно. С него сняли оболочку вместе с зародышем. Часть круп еще дополнительно подвергли температурному воздействию. Это относится к коричневой гречке, булгуру, овсяным хлопьям. Во время шлифования и термической обработки крупы, к сожалению, утрачивают большую часть полезных свойств. Цельное зерно состоит из оболочки, зародыша и эндосперма. У шлифованных круп оболочкой зародыш снимаются, остается только эндосперм, который содержит лишь простые углеводы. Таким образом, крупа лишается большей части ценных свойств – витаминов, минералов, аминокислот, антиоксидантов и других питательных веществ остается, по сути, лишь крахмал. Именно поэтому наши предки были гораздо здоровее нас. Раньше зерно при использовании в пищу не подвергали шелушению, употребляли цельное с оболочкой. Варилось оно при этом дольше, зато получали максимум пользы. В настоящее время существуют технологии, которые позволяют цельнозерновым крупам оставить в себе все свои микроэлементы и при этом ускорить приготовление. И это технология резки. Резанное зерно у нас не проходит никакую термическую обработку, химическую какую-либо обработку. Тем самым мы сохраняем зародыш цельного зерна и также его, то есть оболочку мы не отделяем. То есть все, что первозданно присутствует в цельном зерне, переносится в зерно резанное. Прежде чем зерно попадет на резку, его тщательно проверяют. В производственных лабораториях специалисты исследуют образец крупы, а уже потом решают, закупать ли партию, которая отправится на резку, а затем и при лавке магазинов. Для производства цельнозерновой продукции важно, чтобы зерно было чистым, а главное здоровым. Поэтому в компании «Образ жизни», например, при отборе зерно обязательно проращивают. Если проросло не меньше 90% и при этом не выявились очаги плесени, значит крупа будет полезная и безопасная. Смотрим, соответствует ли качество партии, качество образца. Обязательно тоже те же показатели проверяем. Влажность, прорастание обязательно. И если все хорошо, если образец первичный совпадает с качеством образца от партии, то все это сырье закупается и дальше уже происходят другие технологические процессы. Кстати, простое внимание к деталям при выборе продукта поможет определить и добросовестность производителя. Осмотрите крупу в упаковке, обратите внимание на цвет зерна, отсутствие темных посторонних примесей и размеров. У качественного продукта он будет одинаковый, зернышко в зернышко. Все большей популярностью стали пользоваться и смеси из разных цельнозерновых культур. Плюс такого продукта варится в порционных пакетиках не дольше 20 минут, удобно брать с собой, к примеру, на работу. Ну и, конечно, самое главное преимущество – получение разнообразного комплекса витаминов за один прием пищи. Цельнозерновые крупы в основном богаты клетчаткой. Это то, что очень хорошо на нашу моторику кишечника, на метаболизм, на веществ хорошо влияет. Самый один из таких хороших компонентов – это витамины группы В. А мы очень многие в этой группе дефицитны, скажем так, это наша нервная система. В рационе современного человека наблюдается недостаток клетчатки, а ведь она обладает незаменимыми для организма свойствами. Клетчатка, которая содержится в оболочке цельного зерна, обладает низким гликемическим индексом. За счет этого регулируется выброс сахара в кровь и снижается чувство голода. К тому же она необходима для правильной работы ЖКТ. Именно клетчатка выводит токсины, помогает размножению полезной микрофлоры, тем самым обеспечивая крепкий иммунитет. Получается, что употребляя цельнозерновые крупы и муку из цельнозернового, из цельнозерновой муки мы получаем более обогащенные продукты. Цельнозерновые продукты, они в меньшей степени склонны давать повышение уровня холестерина, чем рафинированные продукты. Анна выросла в семье врачей. О правильном питании слышала с детства. Полезную привычку привнесла и в свою семью. Вместе с мужем и детьми Анна часто употребляет цельнозерновые каши. В гарниры очень часто у нас идут крупы. Это все делается с овощами. В принципе, стараемся, например, гарнир вместо картофеля, макароны, брать и заменять это крупами. Одно из несложных и любимых блюд, которые Анна готовит для детей – запеканка из каши. Отваренную овсянку смешивает с творогом, яйцами и бананом. Добавляет специи по вкусу, творожный сыр, спелые ягоды и мед. Получается быстро, вкусно, полезно и красиво. А это плюс один пункт к детскому аппетиту. Добавить, например, в супчик, получится купиной суп, то есть это может быть в обед, или также каша на запад. Приучать ребенка к зорому. И все же с цельнозерновыми стоит быть осторожными. Есть ряд противопоказаний, с которыми лучше ограничить потребление зерна. Например, проблемы желудочно-кишечного тракта. У пациентов, которые страдают определенными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, возникают не очень хорошие симптомы. Это может быть диарея, это может быть боль в животе, это может быть вздутие живота. Поэтому, допустим, человеку, у которого нет никаких проблем с желудочно-кишечным трактом, цельнозерновые продукты употреблять можно достаточно спокойно. Если с кишечником проблем нет, то цельнозерновые становятся панацеей. Специалисты советуют употреблять крупы при лечении антибиотиками, так как зерно является антиоксидантом, помогает справляться с токсинами. А еще, благодаря многочисленным микроэлементам, заменяет потребление многих фруктов и овощей. Цельнозерно способно не только поддержать молодость, энергию тонус кожи, но и обогатить организм необходимыми витаминами. Так что, если вы до сих пор не перешли на фарши из цельного зерна, то сейчас самое время. Будьте здоровы и приятного вам аппетита!